Президент Латвии Эгглс Левец подал на рассмотрение в 7 законопроект об отделении Латвийской Православной Церкви от Московского Патриархата. Речь идет об изменении статуса церкви, который предусматривает независимый автокефальный статус. «Поправки к закону были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Борденсом, представителем новой консервативной партии», — признал глава государства. «Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского Патриархата над нашей Православной Церковью. Отказ от любых связей с Московским Патриархатом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности», — заявил Эгглс Левец. «Принятием поправок к закону латвийское государство признает, что латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой. Она не зависит от власти другой церкви за пределами Латвии», — говорится в заявлении президента страны. Данный законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями на заседании Совета по национальной безопасности. В заявлении говорится, что президент получил поддержку фракции Сейма для принятия законопроекта. Латвийская православная церковь, в свою очередь, уведомлена о выдвижении такого законопроекта. Министерство финансов, возглавляемое РРСом, представителем нового единства, не поддержало предложение о снижении налога на добавленную стоимость, на продукты питания и лекарственные препараты. Отметим, 18 из 27 стран Евросоюза уже снизили НДС на продукты. Государственные чиновники Латвии такое решение считают не совсем правильным. По подсчету Минфина, снижение ставки НДС до 5% для таких продуктов, как хлеб, мясо, рыба, молоко, творог, сливки, яйца и масло, может сократить поступление в бюджет не менее чем на 70 млн евро. Министерство не считает снижение НДС оптимальным решением, так как оно не гарантирует соответствующего снижения цен и эффект может пройти быстро. Глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука также не поддерживает снижение налогов. Снижение доходов от НДС отнимет деньги образования, здравоохранения и других секторов. Однако она не исключает, что, возможно, придется вернуться к пересмотру налоговых ставок, если это сделают Литва или Эстония. Что касается налога на лекарства, в докладе Министерства здравоохранения предлагается снизить ставку налога на добавленную стоимость с нынешних 12% до 5%. В докладе отмечено, что ставка НДС снижена уже в Эстонии и Литве. Однако, по мнению Министерства финансов, предложение Минздрава не следует поддерживать, поскольку к лекарствам уже сейчас применяется пониженная налоговая ставка в размере 12%. А при снижении налога еще годовой доход бюджета сократится примерно на 30 млн евро. В первом полугодии доходы концерна «Латвия с Делстич» увеличились. Прирост в грузовых перевозках составил 15,2%, а в пассажирских – 4,7%. Объем перевезенных по железной дороге грузов за первое полугодие 2022 года составил более 12 тонн, чем за аналогичный период. Наибольший удельный вес перевозка грузов составили импортные перевозки. В настоящее время ситуация в сфере грузовых перевозок непрогнозируемая. Мы не знаем, как дальше будет развиваться военные действия в Украине, что будет с санкционным режимом. На данный момент ситуация в отрасли стабильная. По сравнению с прошлым годом, объем железнодорожных грузоперевозок увеличился. Но мы не можем быть уверенными, что ситуация не изменится. По перевезенным грузам лидирующие позиции в топе занимают каменный уголь, нефть, нефтепродукты, зерно, продукты переработки зерна, семена и фрукты. Удельный вес минеральных удобрений в общем объеме грузовых перевозок составил всего лишь 5,9%. Древесины и изделия из нее – 5,5%. Удельный вес остальных грузов составляет 25,6%. Но, несмотря на то, что объемы грузоперевозок растут, самих железнодорожников беспокоит только один вопрос – не останутся ли они завтра без работы. На данный момент каких-либо драматичных кардинальных изменений ЛДЗ не планирует. Вся железнодорожная инфраструктура в Латвии сохранена. Более того, мы планируем увеличение пассажирских перевозок в следующем году. У нас начнут работу новые электропоезда, поэтому работа будет, и железная дорога продолжит функционировать. К слову, с 4 сентября компания «Пассажир Вилтон» запускает новый пассажирский маршрут «Ливен и Рига». Он будет курсировать по воскресеньям до конца мая 2023 года. С наступлением нового учебного года родители и другие члены семьи, подавая годовую декларацию о доходах в СГД, смогут вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения, также с той суммы, которая была уплачена за посещение детских кружков по интересам. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы – чеки, квитанции, банковские распечатки и другое. Обращаем ваше внимание, на документе обязательно должны быть указаны персональные данные ребенка и вид полученной услуги, то есть название кружка. Возврат налога возможен в случае тех кружков, которые предлагает образовательное учреждение или другое физическое или юридическое лицо, не находящееся в регистре образовательных учреждений, но которому самоуправление выдало специальное разрешение на работу. К оправданным расходам относятся все виды образования, в том числе кружки по интересам и медицинские услуги на одного ребенка на общую сумму 600 евро за 2021 год. Клиенты ликвидируемого АБЛВ банк, которые еще не обратились за гарантированным возмещением, смогут сделать это до 23 февраля следующего года. Данная форма не распространяется на вкладчиков, не имеющих права на получение гарантированного возмещения, или на которых распространяется ограничение на получение этого возмещения. Тем вкладчикам, которым выплата гарантированного возмещения отложена в соответствии с частью 1 статьи 27 закона о гарантиях вкладов, будет доступна в течение пяти лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для отстрочки выплаты гарантированного возмещения. Выплату гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого АБЛВ банк обеспечивает Цитаделла Банк. Сотрудники таможенного управления службы государственных доходов Латвии пресекли контрабанду в 1 миллион 847 тысяч 600 сигарет. Так, 29 августа на Паттернексе и пункт таможенного контроля прибыл автомобиль из Республики Беларусь, в котором, согласно документам, находился груз, деревянные строительные конструкции. На основе анализа таможенных рисков были проведены контрольные мероприятия для того, чтобы убедиться, что в Грузии не находится товар, который в соответствии с установленными санкциями запрещается импортировать из Беларуси. Нарушения санкций установлено не было, однако у таможенника возникли подозрения, что в Грузии находится незадекларированный товар. В итоге было изъято 92 380 пачек сигарет НЗ с акцизными марками Республики Беларусь. Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет 328 000 евро. По данному факту начат уголовный процесс. Субтитры создавал DimaTorzok